Ребята, всем огромный-огромный привет! Совсем недавно я вернулась из Фикс Прайс, так сказала, как будто бы я вернулась с Бали. Ездила я в Фикс Прайс, смотрите, что купила. Такие вот веточки и вот такую гирлянду, симпатичная она, интересно смотрится. И вот решила я сделать венок рождественский новогодний на быструю руку. Все как я люблю, без всяких лишних там заморочек, по-быстренькому создать себе новогоднее настроение. Если вам интересно, что и как я буду делать, и что у меня получится, то продолжайте смотреть. Помимо вышеупомянутого, мне понадобятся также цветочки, они у меня были дома, я их применю. Кроме того, шишки, которые мы собирали осенью еще. Такие знакомые нам уже по предыдущему видео и покупкам с Алиэкспресс еловые веточки вот такие. Мне они понравились, это все, что осталось от новогодней композиции со свечой, ссылку оставлю на это видео. Знакомые по тому же самому видео, вот такие цветы пионы, 10 сантиметров они в диаметре. Такой вот будет, уже, да, вырисовывается примерно. Вот такие у меня есть розовые шарики. И в Ашане купила вчера вот такой наборчик, тоже небольшой. Основу буду делать из картона. И вот уже начертила я здесь круг нужного мне диаметра. Параметры все оставлю внизу в описании, если интересно кому-то. Круг готов. И отмеряю по 11 сантиметров где-то. Круг готов. Сейчас я быстренько задекорирую шишки. Покрашу их акриловой краской. И немножко присыплю блестками. Потому что Новый год. Решила взять не белую акриловую краску, а вот такую тосканский розовую. Ну, раз уж я еще и художник, от слова худо, у меня много всяких красок есть. Все, крашу. Крашу прям полностью. Оказывается, шишки, когда приносишь домой, они увеличиваются раза в два. Ну, может быть, это потому, что осень на дворе была, да, было все-таки прохладно. Они скукожились, а в тепле они так распрямились, стали такие большие. Так что вот, имейте в виду, может быть, вы тоже не знали. Хотя я думаю, что без этой информации, конечно, можно прожить. Недавно была в Заре Хом. Видела там, знаете, какой венок классный. Вставлю фотку, чтобы посмотрели. Он весь белый, то есть видно, что много материалов там использовано, но все они выкрашены белый цвет. Смотрится необычно. Это так вам, для вдохновения. Вооружаюсь пистолетом. И в первую очередь буду приклеивать цветки. Беру огни. С обратной стороны приклеиваю батарейки в блок питания. Шары приклеила, и теперь я приступлю к шишкам. Буду их посыпать вот таким глиттером серебристым с помощью клея ПВА. Кстати, обратила внимание на стоимость готовых венков в магазинах. Хочу сказать, что она вообще не низкая ни разу, поэтому мне кажется, что как конкретно такой декор выгоднее делать своими руками. Это в любом случае получится дешевле. Особенно если пользоваться такими магазинами любимыми, типа FixPrice или там AliExpress, как я заказывала. Я думаю, что это очень выгодно получится. Я буду отрезать нужные мне веточки. А веточки мне здесь все нужные. Просто я их буду делать маленькими. Приклею шишки. Добавлю еще вот эти игрушки, которые я показывала ранее. В принципе, мне кажется, такой венок можно сделать вообще без еловых веток, как вам кажется. Просто побольше наклеите, например, шариков разных и шишек, и уже будет очень красиво. Ну, еще немножко добавлю вот таких розовых маленьких шариков. Эти веточки я тоже сейчас расчленю, наверное. Ну, пока что вот что я имею. Дальше я просто подключаю фантазию, смотрю, чтобы не было пустых мест, чтобы вот с этой стороны смотрелось неплохо. Желательно, чтобы вот так веточки находили. Здесь тоже все было закрыто. И вот во все эти пустые места вставляю различные веточки. Потом что-то более такое мелкое. Все это прикрываю, все, чтобы это было красиво смотрелось. И чтобы венок шел вот в таком направлении по часовой стрелке. Ну, в общем-то, почти все материалы я использовала и уже основное все завершила. Единственное, вот нужно вот эти вот местечки все мне закрыть. Добавила я все-таки шишки, которые были в ветках с фикс прайса. Подумала я, что не лишние они здесь, неплохо смотрятся. И в поддержку к ним еще сделаю вот такой прием. известный и любимый многими флористами, и не флористами, и недофлористами, тип меня. Такие палочки ванилия, ой, не ванилия, корица. Просто перевязываю. Так. И смотрю, куда мне это можно поместить. Можно сюда. Да везде хорошо они будут смотреть. Сюда, да, розовый с таким коричневым хорошо смотрится. Сделаю еще пару штучек и вот так вот раскидаю. На обратную сторону я буду приклеивать ленту, такую атласную розового цвета. С ногтям моим капец пришел, конечно. Буду клеить либо на супер момент, либо на горячий пистолет. Сейчас посмотрю, что лучше возьмет. Ну, вообще, получился он таким достаточно увесистым. Нужно прям хорошенько, хорошенько его заклеить. Ну и вот такой венок получился. Да, на горячий пистолет завязочка хорошо приклеилась. Просто побольше нужно клеем. Снежно-нежный, на мой взгляд, вариант получился. Вроде как зимний и уже немножко напоминающий о скорой весне. Если вам понравилось, ребята, это видео мое, то, пожалуйста, ставьте пальчик вверх. Блин. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам самого-самого хорошего и отличного предправничного настроения. Чуть не забыла показать вам самое главное, да, наши шарики. Светятся очень красиво, необычно. Еще покажу в темноте. Вот так смотрится он в темноте. Я довольна его даже не передать на сколько, потому что он 100% оказался таким, каким я его и задумывала. Вот такая красота. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была.